Сегодня террористы попытались нанести новый удар, на этот раз в Африке. Утром в столице Мали, Бамако, боевики атаковали отель Рэдисон, один из самых фешенебельных в городе. Среди постояльцев много иностранцев. Заложниками экстремистов стали граждане как минимум восьми государств. Буквально минуту назад стало известно, среди них был и россиянин. Он освобожден во время штурма гостиницы спецназом. Об этом сообщило Министерство безопасности Мали. Освобождение захваченного здания продолжалось до вечера. По данным силовых структур Мали погибли 22 человека, однако представители ООН сообщают о 27 жертвах теракта. Число раненых пока неизвестно. Хроника событий и кадры, снятые внутри отеля, в материале Максима Семина. Террористы напали на отель в 7 утра по местному времени. Они приехали на автомобиле с дипломатическими номерами. На этих кадрах машины все еще стоят у входа и открыли огонь по двум охранникам. Судя по всему, в холле бандиты долго не задерживались. По крайней мере, когда один из служащих вышел посмотреть, в чем дело, террористов там уже не было. Когда мой брат спустился в холл, то увидел европейца, военного, всего в крови. Он понял, что совершено нападение и бросился бежать к запасному выходу. Это в той части здания, где находится бассейн. Кроме брата, у меня там коллега остался на этаже, где рестораны. Оба охранника получили ранения, но выжили. Один из них, как говорят врачи, сейчас находится в критическом состоянии. Так или иначе, но именно благодаря этим людям часть постояльцев и персонала, услышав стрельбу, успела покинуть здание. Шторм начался спустя пять часов после захвата. На этих кадрах видно, как местные силовики поднимаются по винтовой лестнице. С автомобильной стоянки на улице слышен непрерывный голос сигнализации. А это уже первоосвобожденные спускаются. Причем многие прямо с вещами. Компания, которая владеет отелем, сообщила, что в момент нападения внутри могли находиться 170 человек. Средние граждане Франции, Бельгии, Турции, Индии, Китая, возможно, и других стран, включая США. До сих пор полных сведений об этом нет. С россиянами у нас нет точных данных, были там они или нет. Мы эту всю информацию проверяем. Могли, наверное, быть, потому что тут и наши самолеты бывают, которые грузы доставляют и для ООНовской миссии, и какие-то еще операции осуществляют. В первые часы террористы сами выпустили несколько человек. Сообщается, что это те, кто смог прочитать по памяти суры из Корана. Франция в срочном порядке перебросила в Мали от 40 до 50 спецназовцев из соседнего Буркина Фассо. И они также приняли участие в штурме. Незадолго до этого Франсуа Ланд выступил со специальным заявлением. Вы знаете, что в этот самый момент террористы проникли в отель в Бамако и взяли заложников. Я нахожусь в постоянном контакте с властями Мали. Я только что разговаривал с президентом этой страны и заверил его, что Франция окажет малийским спецслужбам необходимую поддержку. Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы освободить заложников. Мали – это бывшая французская колония. Официальный Париж не раз оказывал поддержку этой стране. В 2013 и 2014 годах французские военные участвовали в освобождении северных районов от захвативших их исламистских группировок. Одна из них, Аль Моробитон, взяла на себя ответственность за сегодняшнее нападение. Ранее ее главари присягнули на верность запрещенному в России исламскому государству. Операция по освобождению заложников продолжалась несколько часов. При этом из зданий выводили все новых спасенных. Многие из них были в шоке и с трудом отвечали на вопросы журналистов. Вы их видели? Нет. Но вы услышали выстрелы? Да. Вы из номера 333? Да. А можете еще что-нибудь рассказать? В соседнем номере жила супружеская пара. Сначала я подумал, что это петарды. Пошел в ресторан, но тут в коридоре увидел дым. Много дыма. Я вернулся в комнату и заперся там. Меня освободили солдаты. Они постучали в дверь и сказали, что это служба безопасности. Нас выводили небольшими группами. До сих пор неизвестно, сколько боевиков принимало участие в атаке на отель. Власти говорят о двух-трех террористах. Двое из них, по официальным данным, уничтожены. Появились также сообщения о том, что бандитов не меньше десяти. В эти часы стрельба на верхних этажах здания все еще продолжается. При этом, как говорят власти, заложников в руках террористов больше нет.